Пхастрика. Кузнечные меха. Эта пранаяма представляет собой быструю последовательность интенсивных вдохов и выдохов, что и является ее характерной особенностью. Как кузнец быстро раздувает свои кузнечные мехи, такими же активными и интенсивными должны быть вдохи и выдохи в этой пранаяме. Техника выполнения. Примите удобное положение, сомкните рот. Выполните быстрые вдохи и выдохи. Постоянно расширяйте и сужайте грудь при выполнении дыхания. При этом вы должны издавать шумный звук. После динамичных вдохов-выдохов глубоко вдохните и задержите дыхание. Делаем три банхи. Выдохните. Банхи отпускаем. Это составляет один цикл в хастрике. Начните с десяти дыханий, постепенно увеличивая до двадцати-двадцати пяти за цикл. И от трех до пяти подходов. Период кумхаки, задержка дыхания, также должен увеличиваться постепенно и осторожно. Не забывайте делать перерывы между циклами. Начинающим будет достаточно трех циклов за один раз. После продолжительной практики можно перейти к выполнению двадцати циклов утром и двадцать вечером. В отличие от капалабхати, дыхание в хастрике выполняется полным объемом легких, а не за счет мышц живота. Для бхастрики скорость на вдохе и выдохе составляет примерно одну секунду. В капалабхате дыхание может быть быстрее. Благоприятно делать бхастрика пранаяму после асан на дешотхане. Перед ситкари, считали и уджаи пранаямами. Эффект. Пранаяма помогает привести в равновесие все доши в организме. Доша – это недостаток, порча, дисбаланс. Пранаяма удаляет переработанный воздух из легких. Излечивает астму, плеврит и проблемы живота. Лечит все болезни горла. Бхастрика пранаяма увеличивает желудочный огонь. Устраняет мокроту, туберкулез легких и другие болезни, которые являются результатом дисбаланса дош. Дарует ясность ума, укрепляет нервную систему. Это очень хорошая практика для очищения нади. Нади – река, поток, энергетические каналы тонких тел человека. Считается, что существует 72 тысячи нади. Из них три главные – Ида, Пингала и Сушумна. Она способствует прохождению праны – жизненной энергии – сквозь три гранхи – энергетических узла. Мулатхара – в основании тела. Анахата – в области сердца. Аджня – в межбровье. И активизирует кундалини. Кундалини – это космическая энергия, находящаяся в теле в спящем состоянии. Также это имя богини. Этой практикой наиболее благоприятно заниматься в зимнее время. Если при выполнении в хастрики пранаямы в теле возникнет усталость, то нужно выдохнуть через правую ноздрю, что усилит огонь тела. Противопоказания Эту пранаяму не рекомендуют выполнять людям с высоким кровяным давлением. Глаукомой, с болезнями сердца, опухолями мозга, страдающим от головокружений, язвы желудка или кишечника. Возникновение головокружения при практике – признак неправильного ее выполнения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok